Приветствую всех любителей шахмат! Сегодня у нас творчество четвертого чемпиона мира Александр Олехин, он играл белыми, черными играл Эндрид Штейнер, Прага, 1931 год И давайте посмотрим, как черные уже в дебюте нарушают шахматные принципы Ну а Александр Олехин достаточно агрессивно атакует, играя по всей доске Д4 наносит удар по черному центру, конь Д4 и вот после хода Е6 и хода А3 не пуская, видимо, слона на Б4 Олехин хочет со всеми удобствами поставить коня на С3, потом пойти Е4, занять пешками центр, взять поле Д5 под контроль И вот соперник делает странный ход конь Е4 То есть, видимо, пытается помешать этому плану, но мы, друзья, знаем, что не нужно прыгать одной и той же фигурой в дебюте Нужно развивать другие Простой ход, слон Е7 давал к черным хорошую игру А на конь С3 можно было сделать, допустим, короткую рокировку Не вижу особых проблем Потом уже можно расставляться и Д5 наносить И в духе ежика расставляться, все что угодно Ну а в партии какой-то странный ход Конь Е4, Е3 Ну и видно, что этот конь где-то в удочник попадет под удар Пока сразу и в 3 играть нельзя Явно из-за хода Ферзь Н4 Но ход будет Д2 Начинаем приставать к черному коню Размениваться на Д2 не хочется Все-таки черные этим ходом явно улучшат белым расположение фигур Помогут ввести слона в бой Поэтому черный принимает решение отойти конем на Ф6 Получается, потеряли уже два хода в дебюте Б3 подготавливает развитие слона на большой диагнозе Слон Е7 и слон Б2 После короткой рокировки слон Д3 Белый прячет короля в крепость Черный теперь вторым конем напрыгивает Снова, друзья, теряет время Слон С2 Конь Ж6 Очень странные маневры в дебюте конями У белых теперь хорошая игра Ну и Олеги начинает захватывать пространство Играет Ф4 На конь Ж4 Ферзь Е2 Ферзь Е7 Х3 Отбрасываем снова коня назад И Ж4 На самом деле смелый ход Не советую делать такой ход Дело в том, что белый серьезно ослабляет собственного короля И если вы будете такие ходы делать достаточно часто Нужно быть готовым к тому, что В какой-то момент В каких-то партиях Ваш король серьезно ослабнет И соперник получит все-таки контр-игру То есть, может быть Получше было пойти Конь Б5 Б4 Конь Б3 Ну и в случае слон Б7 Кладиация 1 Видно, что фигуры белых стоят все-таки поактивнее Где-то и Конь Б4 можем пойти И пешку С4, конечно, отдавать не будем Ну и какой-то странный, как обычно Конь на А6 Стоит неудел То есть, черный потеряет время Еще хотя бы Несколько темпов Чтобы вести эту фигуру в бой Через Ф7 Может быть Куда дальше этот конь пойдет Все равно не видно Ну а после хода Ж4 Палка о двух концах Так, конечно, играть можно Все-таки у белых большой перевес В развитии Но, тем не менее, опасно Б6 И вот большая диагональ Может в любой момент засвистеть Ж5 Конь Ф3 Слон встает на большой диагональ Х4 Ну, движок уже предлагает Попытаться сбросить фигуру на Ф4 Но соперник, видимо, не стал Даже рассматривать такой ситуации А сыграл слон С5 на активность Которой на самом деле нет Ферзь Х2 Защитились И вот, друзья, последний Последний, видимо, шанс Черных Все-таки, видимо, белых где-то допустили Неточность Возможно, даже последним ходом Давайте вернемся на секунду Да, движок, допустим Крестмейстер Стопиш Говорит строго Ферзь Д2 Нужно было играть А вот после хода Ферзь Х2 Предлагает немедленно Нанести удар По пункту Е5 Конь Е5 Разменяться И ферзем на Е5 Тут обещает Черным даже Чуть лучше Ну, буквально На полкопеечки Но, говорит Игра может быть хорошая А вот после ферзь Х2 И хода ладья Е8 Это выглядит достаточно медленно Х5 Напали на коня В очередной Раз Ходит конь Наверное, вся партия заключается в том Чтобы двигать только коня Подводим последние ресурсы На конь С6 Конь Б5 Отбросили еще ферзер на базу Б4 еще и слона Ну, видно, что Олеги тут уже По всей доске давит Соперника Не дает продохнуть Какие-то тут уже жертвы могут намечаться Сейчас бы король стоял на Ф2 Я бы серьезно рассматривал Ходы и Ж6 И слон Ж7 С идеей потом тоже Какие-то Ж6 Может быть ладью еще поставил На Ж Ну, Александр Олегин действует попроще По центру Соперник уже бросился В ярую контратаку Конем на Ж5 было за белых Забрать чуть повеселей ФЖ2 Прикрылись От шаха на Ж5 На взятие Ладья Ф3 Угрожает мат на поле Ж7 Ладья Е7 Прикрыли Конь Д6 Напали на слона Тут начинается уже Добивание Фактически Е4 Ну, то есть Видно, что Конь при случае Мог отскочить И какая-то Связка по большой диагонали Поэтому Олегин Сразу же Эту диагональ Пытается перекрыть Ходом Е4 Ферзь Б8 Напали на пункт Ж7 Е5 То есть Опять же Черные защищаются Но Конь Ф5 Ладья Ф5 Взятие Конь Д4 Какая-то Последняя вспышка Активности Со стороны Черных Но, друзья И она не помогает Простой ход Слон Е4 Слона убрали С подбоя И защитились Ну, и как здесь играть Совершенно непонятно Соперник, по-моему Еще в этой ситуации Сыграл Конь Ф5 Используя Такую связку Ну, простой ход Слон А8 Конь Ж3 И, конечно, не Ферзь Ж3 Ферзь А8 Хотя и там У белых все в порядке А еще Слон Д5 И соперник остановил часы Потому что Видно, что После отступления короля Уж слишком много Материала у белых Целых, друзья Два слона Это, конечно, победа Причем легкая Вот такая, друзья, партия Олехин любил атаковать Играл очень смело Так и в этой партии Бросился пешками От короля Ну, и Получительный урок для нас Как не нужно играть Это, конечно, соперник Олехина Который Пол партии прыгал Одними конями Конечно, друзья Нужно выбирать схемы Дебюты Которых фигуры входят в бой Все-таки Сами собой И вам не придется Придумывать Куда же поставить Собственную фигуру И не попасть под удары Пеших Фигур Соперника Всем спасибо за ваше внимание Подписывайтесь на наш канал Чтобы не пропустить новые выпуски Всем добра И хорошего настроения Субтитры сделал DimaTorzok